Здесь вторая очередь. То есть на каждой будет по одной линии стоять. Каждая линия в месяц будет выпускать 100 тысяч шиферов. Производственная линия, склад, подсобные помещения. Пока все это существует только в виде чертежа на стене. Но технический директор компании Желшебек Акулов уверен, уже в сентябре этого года в Шимкенте начнет работать новый шиферный завод. На строительной площадке мужчина проводит почти все свое время. Строительство началось в октябре 2012-го. Сейчас подготовительные работы завершаются. Впереди доставка, монтаж и пусконаладка производственного оборудования. В сентябре этого года завод будет сдан в эксплуатацию. Здесь у нас будет выпускаться на двух линиях где-то 2,5 миллиона шиферов в год. А там где-то 3 миллиона квадратов фиброплит. Разное назначение. Фасады, внутренние отделки, вентиляционные отделки и так далее. А вот вернуть к жизни старый шиферный завод Шимкента так и не удалось. Предприятие с 50-летним стажем остановило свое производство в декабре 2007-го года. Сначала руководство жаловалось на перебой с поставкой цемента, затем небольшая реанимация на полгода и вновь остановка. К тому времени большинство из 350 заводчан уже около полугода не получали зарплату. И 13 сентября 2011 года работники шиферного штурмовали здание родного завода. На этот момент компания задолжала сотрудникам свыше 10 миллионов тенге. Наш директор и юрист, и богатырь занимаются кредитами. Кредит взять хотим. Директор нам сказал, что в конце сентября месяца мы это получим и запустим. После запуска первоначально заплатят зарплату и останутся долгами. Долги покрыть удалось, а вот на запуск денег уже не хватило. Стоимость проекта была для модернизации полностью оборудования изношенного. Это составляло более 1,4 миллиона тенге. К сожалению, мы обращались к очень многим банкам, банкам второго уровня, финансовым институтам. Но в связи с нехваткой залога имущества и в связи с окупаемостью этого проекта, финансирование этого проекта не решился. И все же руководство области не теряет надежды восстановить предприятие. И утверждает, что новому шиферному судьба предшественника не грозит. Ведь это производство получило поддержку сразу по двум государственным программам – дорожной карте бизнеса и форсированного индустриально-инновационного развития. Ирина Притула, Платон Леденев, информационная служба телекомпании ОТРАР.